Сегодня мы посетим с вами Долораму. На самом деле это один из тех магазинов, в которые я хожу не часто. Ну, по крайней мере, для обзоров. У меня как-то было два удачных видео, где-то, по-моему, года два назад, наверное, уже, я не помню. Я их приложу. Вы наверняка уже знаете, что Долорама – это магазин, в котором можно купить, ну, просто все от аду я. Есть одна блогер из Монитобы, Вика. Она говорит, ее фраза, что это Долорама спасет мир. И вы знаете, это правда, в этом что-то есть. Потому что, ну, там можно найти абсолютно все. То есть, действительно, от аду я. От карандаша до молотка и до, ну, все-все. Вообще, этот магазин, я думаю, вообще является палочкой-выручалочкой для людей бюджетных и для новоприбывших, которые еще не знают конкретно, что, в каких магазинах можно купить, по каким скидкам и так далее. Всегда можно прийти в Долораму. Да, вы купите не супер качество, но вы купите что-то, что сможет вам принести пользу в первое время. И, в принципе, на протяжении какого-то времени, не хочу хвалиться, но моя утварь первая на кухню, которая была куплена, какие-то тарелочки, какие-то ножички, большие ложки для подачи чего-то, какие-то половники. Ну, не знаю, вот такие вот вещи всякие, там, я не знаю, сито там для макаронов, да, ну, какие-то такие вещи, все служат мне до сих пор. Я в Канаде уже 6 лет. Поэтому нужно, я думаю, все-таки, скорее всего, знать, что покупать в Долораме. Это действительно может быть долгоиграющим для вас продуктом. Но очень важно не быть фраером в том плане, что очень часто можно найти более выгодные цены. Ну, там разница будет на доллар у вас, но, например, в том же Волмарте. Они, кстати, очень часто сейчас в последнее время между собой, как говорится, competitive соревнуются в цене, потому что, ну, так произошло, что, когда мы приехали, Долорама, самые дорогие продукты, там были, ну, вещи можно было купить за 3 доллара. В основном все стоило от доллар, доллар, доллар 50 до 2, 2,50. 3 доллара это крайне редкие там какие-то были вещи. За 6 лет, которые в Канаде, цены твердо практически все поднялись до 3 долларов. А в середине где-то прошлого года, если не ошибаюсь, они ввели возможность оплачивать также кредитной картой. То есть до этого можно было платить только наличными или дебитовой картой. А с середины прошлого года они ввели также кредитную карту, но за счет этого они увеличили свой инвентарь. Выбор стал намного больше, то есть вы еще больше можете там приобрести, но и цены, конечно, подросли. То есть сегодня цены там уже, ну, реально от 3, 2,50-3,4 доллара. Но зарисовочку вам показываю. Показываю именно сегодня, прохожу по отделу посудному, потому что, ну, я шла в этот отдел. Очень много интересных оригинальных блюд для подачи можно купить, тарелок, чашек. Особенно можно купить на праздниках вот такие оригинальные какие-то подарки. На мелкие праздники, там Валентин, да, там Новый год, Крисмос, вот такие вещи. Можно купить очень много подарков. Плюс там по тематикам, по праздникам всегда можно купить, то есть тот же Валентин, там, я не знаю, Пасха, Рождество и так далее, и так далее. То есть по тематикам тоже можно купить и открытки подешевле, какие-то маленькие сувениры и так далее. На День Канады очень много сувениров там можно купить, недорогих. Там брелки, ручки, блокноты, всякие статуэточки и так далее. Я обожаю этот магазин, но из-за того, что он стал действительно более дороже, уже не всегда становится выгодно покупать те же вещи, которые я покупала там ранее. Ну, как вы можете видеть, что действительно изобилие большое, плюс от филиала к филиалу меняется, конечно, инвентарь. Где-то вы что-то найдете, а то, чего нет в другом как бы филиале, поэтому нужно тоже как бы знать, где что брать. Но и в то же время не быть фраерком. Но я обожаю этот магазин. Я просто туда захожу, мне хочется купить все и сразу. Особенно обожаю там все для вечеринок, если нужно покупать. Та же посуда одноразовая, там есть тематическая, тоже все оригинально. Но сегодня не об этом. Сегодня я хочу вам сказать о том, что очень неплохие можно купить для ланча стеклянные контейнеры разных размеров. Маленькие, большие, кругленькие, прямоугольные. Даже если первое время вы приехали какие-то там для салатов, для каких-то там соусов, тарелочки красивые. Опять-таки проверяйте цену, потому что, как вы видите, в основном все, что я показываю, стоит 4 доллара. За эту сумму иногда можно купить намного лучше качество в том же Волмарте. Опять-таки нужно смотреть. Но по большому счету вы сильно не прогадаете, если купите в доллараме. Опять-таки, если нет времени ходить по разным магазинам, пришли в доллараму, взяли то, что вам нужно. Опять-таки качество не отвечаю, но оно вам прослужит. Моя кухонная утварь, вообще все, что касается кухни, я очень люблю покупать в доллараме, потому что оно меня держит очень долго. То есть у меня есть несколько видео на эту тему. Даже, по-моему, я показываю про спатулы, это лопатки силиконовые. Они мне действительно служат, они вообще никак не испортились за 6 лет. И тоже у меня про это, по-моему, Ода-Ода, а Ода-Спатулом, так у меня, Ода-Лопаткам силиконовым у меня было такое видео, если на это тоже приложу его. Так что, ребята, вот просто так поделилась с вами, рассказала, что можно купить еще, какие-то идеи, просто показала. Так что оставайтесь со мной, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. И до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok